Старт к предварительному голосованию партии «Единая Россия» в электронном формате был дан 24 мая. По причине пандемии коронавируса выразить свою гражданскую позицию в этом году можно, не дожидаясь дня очного голосования, который состоится 30 мая. Электронное голосование будет доступно в течение семи дней. В Щелкове тем гражданам, которым трудно справиться с процедурой самостоятельно, готовы помочь волонтеры партии. Избиратели могут обратиться в Центр компьютерной помощи. Лично проверил его работу глава округа Андрей Булгаков, руководитель муниципалитета, и сам решил пройти процедуру голосования в Центре и убедился, что все работает без сбоев. В партии «Единой России» создан сайт pgr.ru. На этом сайте для того, чтобы проголосовать, нужно сначала стать выборщиком, то есть нужно зарегистрироваться на самом сайте. Регистрация на сайте проходит через портал государственных услуг. После того, как регистрацию человек прошел, он также по месту жительства прикрепляется к тому или иному избирательному участку и уже голосует. По итогам голосования определятся кандидаты, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Многие жители, которые обратились в Центр компьютерной помощи, отметили, что пройти процедуру голосования нетрудно, и это не занимает много времени. Я потратил на эту процедуру минуту. Здесь, да, люди грамотные, которые могут подсказать, как это все сделать быстро, без всяких трудностей, скажем так. Поэтому все, что делается в плане цифровизации, это правильно. Почему? Потому что мы экономим очень много времени. Стоит отметить, за помощью в проведении процедуры предварительного голосования обращаются не только пожилые люди, которым трудно справиться с компьютером, но и молодые избиратели, те, кто впервые решил выразить свою гражданскую позицию. Замечательно, что мы можем проголосовать заочно, тем более Центры компьютерной помощи полностью способствуют этому. Также хочется отметить увеличение количества молодых кандидатов, что говорит о том, что все больше и больше молодых политиков заинтересованы в судьбе нашего города. Круто, что появились такие центры. Появилась такая возможность, что можно и досрочно голосовать, можно голосовать через компьютер. Это углубляет, это помогает молодежи голосовать, это расширяет возможности. Центр компьютерной помощи будет работать на протяжении недели до 30 мая включительно, с 12 до 19 часов. Центр создан на базе местного исполнительного комитета партии и расположен на улице Кооперативная, дом 20. Анна Бальет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Продолжение следует...